С нами на связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Здравствуйте. 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 Враг снова применил противокорабельные ракеты Х-22. Число погибших людей в Днепре, вот уже по последним данным, приблизилось к четырем десяткам. Вот агрессор не соблюдает элементарные правила ведения войны, а мы не в состоянии достойно ответить на эти преступные акты агрессии. По вашему мнению, что нужно для этого сделать? Для этого надо совершенствовать усилия своего противовоздушную оборону и создавать для Украины противоракетную оборону. Поскольку ракета Х-22 и подобные им, баллистические сверхзвуковые ракеты, которые могут маневрировать, представляют себе такие цели, которые могут уничтожать именно зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетными. К сожалению, за 30 лет такого рода комплексы в Украине не появились. И поэтому сейчас с помощью своих союзников мы усилием свои возможности противовоздушной обороны. Это значит уничтожение аэродинамические цели, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты. И создаем свою противоракетную оборону, которая должна уничтожать баллистические гиперзвуковые ракеты комплексами, такими, например, как Patriot, ПАГ-3, именно такой модификации, а также, возможно, франко-итальянским комплексом, который идет работа по передаче, сам ТИ или МАМБА. Кроме того, есть средства, которые изучаются, это уничтожение носителей ракет до их пуска. То есть ракеты, например, «Искандер» надо уничтожать до того, как они стартуют. В том числе, вот имело место старты ракет с севера по Киеву последние. Это значит, что надо уничтожать комплексы С-300 и С-400 до 230 км в дальность. Возможность аэродрома Зябревка, Белоруссия. А может быть, на такой дальности могут и приграничных областей России они запускать. Кроме того, калибры надо уничтожать. Вот у вас показывали беспилотные морские дроны, и мы знаем, значит, нанесение ударов по базе «Севастополь» по кораблям в этой базе успешное. Поэтому надо уничтожать, опять-таки, корабли-ракетоносители, катера-ракетоносители и подводные лодки Черноморского флота, которые могут, ну, не только они могут пускать и с Каспийской флотерией, например, а также уничтожать самолеты стратегические. Ну, пока на аэродромах, как это имело место, а также вот союзники будут помогать. Можно в воздухе, но это надо делать комплексами дальнего действия и среднего радиуса действия. Ну, пока мы все гадали, да, сколько у россиян осталось высокоточных ракет, они приспособили для обстрела Киева ракеты С-400, которые летят, вот вы сейчас сказали, до 230 километров, и в том числе по баллистической траектории. Вот могли бы вы, как специалист ПВО, рассказать зрителям об этом оружии? Главное, сколько может быть этих ракет у россиян? Насколько вот я помню, запас ракет С-300 оценивали в 7 тысяч единиц. Вот АС-400? Ну, С-400, скажем, они у них в работе, но несколько тысяч есть. То есть они еще не успели многое сделать, и вообще это второй случай применения их в варианте земля-земля. Для этого этот комплекс рассматривался в первую очередь для прикрытия воздушного нападения, воздушных целей. И поэтому вот последние два случая по этим. Поэтому вообще особые иллюзии питать относительно того, что где-то как-то у противника закончится оружие, и он не будет находить никаких средств для воздействия, это неверно, это подход слабого. Россияне признает только силу, поэтому, конечно, надо отслеживать средствами-разведками, надо учитывать, сколько чего остается, но для того, чтобы уметь это уничтожать, и для этого надо, значит, свои средства, щит свой противовоздушный, противоракетный укреплять, а также иметь в руках меч, которым уничтожать, то есть такими средствами, которые уничтожать носители наземные, как Искандер-М, надводные, как соответствующие корабли, катера и подводные лодки, и воздушные платформы, которыми являются самолеты Ту-160, Ту-95МС. Вот в этом направлении, значит, наращивать свои возможности и усилия, и повышать здесь эффективность в защите от этих средств. Вот получается, что враг может задействовать ЗРК С-400, который разместил, например, в Беларуси, да, и доставать не только по Киеву, а фактически и по Житомирской области, по баллистической траектории. Вот не самое ли время Западу проснуться и начать поставки, но вот тактических ракет хотя бы до 300 километров, не говоря уже о томогавках, да, нужно ведь как-то все-таки сравнять шансы, они выбивают наши гражданские тылы, нашу инфраструктуру, а Украина не может дострелить даже за 100 километров от линии фронта по складам оружия и техники. Налаживаем связь с Игорем Романенко. Игорь, вы слышите нас? Да, я вас слышу. Да, я повторю, я повторю свой вопрос. Вот получается, что враг задействует ЗРК С-400, который он разместил в Беларуси, да, получается, на севере, близко к границе Украины, и могут доставать и по Киеву тоже, и по Житомирской области. Вот у нас фактически нет этих комплексов, которые сбивали бы эти ракеты баллистические. Вот не самое ли время проснуться все-таки Западу, да, и начать поставки тактических ракет хотя бы до 300 километров, до 300, не говоря уже там о томогавках, да, нужно как-то сравнять шансы, они выбивают наши гражданские тылы и инфраструктуру, а Украина не может дострелить даже за 100 километров по складам оружия и техники врага? Ну, за 100 километров можно точка У, на 120 километров, но ограниченные тоже возможности. Безусловно, я с вами соглашаюсь, россияне понимают и воспринимают только силу, и эту силу надо проявлять, и, конечно, надо предоставлять такого рода возможности. По количеству у них уже несколько тысяч, я думаю, это новые комплексы, но есть, и они просто сейчас переделывают их часть из этих ракет на этих комплексах, но этот комплекс может стрелять и по земле, поэтому применять их С-400 на дальности, видите, до 230 километров, это не обязательно, может быть, только Беларусь, может быть, и с такой дальностью, и приграничные районы Российской Федерации. Ну, и, то есть, нам надо, конечно, уничтожать эти средства до их пуска и усиливать свою противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку такие ракеты требуют наличия комплексов с противоракетными возможностями, такие как Патриот Пак-3, сам Тим, Мамбо, франко-итальянские, есть в Израиле определенные и так далее. Спасибо вам большое за оценку ситуации. Игорь Романенко, генерал-лейтенант Запаса, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» был с нами на связи. Игорь Романенко, генерал-лейтенант Запаса, основатель благотворительного фонда